3 числа. Известно, что их сумма четкая. Если одно из этих чисел четко, то разрешено его разделить наполам, а половину прибавить к одному из оставшихся. Если не делится на два, то делать нельзя. Но при этом, естественно, к какому прибавлять, вы выбираете. И если четных чисел несколько, то вы выбираете какой. Задача. Показать, что из любой начальной ситуации, при помощи таких операций, из любой начальной ситуации, можно при помощи таких операций, получить ситуацию, где одно из чисел, равно сумме двух остальных. Проще говоря, что половина заключена в одном числе, а половина в двух других. Давайте я прочитаю, как тусное формулировалось. Наг 5. Три кучки, четное число орехов. За одну операцию можно переложить половину орехов из кучки с четным числом орехов в любую другую кучку. Докажите, что как бы они ни были разложены изначально, такими операциями можно в какой-нибудь кучке собрать ровно половину всех орехов. Буду добиваться, чтобы у меня в какой-то момент возникла такая ситуация, чтобы в одной кучке было х, в другой кучке было два, ну а в третьем шло. Давайте обсудим, почему в таком случае на самом деле все легко изделано. Да, вот почему? Потому что здесь будет х, здесь будет х, а здесь х плюс у, если мы половину отсюда перейдем сюда. Х и х числа в сумме четное. Поскольку у нас всего должно быть четное число, значит х плюс у четное. Поэтому мы можем половину оставить здесь, а половину отправить в первую кучку. В вторую кучку. И видите, что здесь вот у нас х и х плюс у пополам, и здесь тоже х и х плюс у пополам. Значит в первой кучке оказалась ровно половина всего. Итак, если получилась кротивка х, 2х и у, то все хорошо. Согласны? Да. Отлично. Ну это легкая часть решения. Теперь тяжелая часть решения. Как этого добиться? И сейчас мы это сделаем при помощи постепенной борьбы. Расскажу вам сейчас в какой ситуации. Значит, ребята, я буду всегда делать, чтобы у меня в первой кучке было четное количество этих самых хорей. Вот четное число. Понятно, что не могут у меня все три кучки быть нечетными. Замечательно. Поэтому всегда четные кучки есть. Итак, я всегда буду добиваться, чтобы на первом месте было четное число. Какое число на втором месте, я не буду следить, но какое. И какое число на третьем месте. Вот любую ситуацию я буду записывать. На первом месте четное, на втором какое, на третьем какое. И бороться я буду так. Я буду стараться уменьшить сумму вот этих чисел. А если это не удается, то я буду стараться уменьшить модуль разности. И как я это буду делать. Ну вот представьте себе, что у меня число у четное. Понятно, что я в таком случае могу уменьшить сумму, отправив половину у туда. Отлично. Представьте, что у меня число х четное. Понятно, что я в таком случае могу х отправить туда, и у меня здесь останется четное число. Значит, в любом случае, если х или у четное, то я могу уменьшить. Осталась последняя ситуация, когда х и у это числа нечетные. Но если числа х и у нечетные, то я могу взять и половинку х делить сюда. Получится здесь х от 10х плюс у. И х плюс у это уже что? Четное число. Теперь я переставлю и получу х плюс у в х от 10х. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, что у меня получилось. Первое число черное. Сумма, заметьте, не изменилась. Здесь было 2х плюс у и здесь по-прежнему 2х плюс у. То есть я вот эту операцию сделал. Вот это очень важно. Я не увеличил при этом сумму на первых двух местах. Помните, я обещал, что вообще я буду стараться уменьшать. А вот если не удается, то я в таком случае буду уменьшать эту разность. Замечательно, здесь ровно такая ситуация. Я сейчас говорю, что роль нового х выполняет х плюс у пополам. Замечательно. Что бывает, когда из х плюс у пополам вычитаешь х? Понятно. Это половинка от х минус у. Значит, я действительно уменьшу вот эту самую ничему модуль равности. Итак, в двух случаях, когда х четное или у четное, я сумел уменьшить сумму этих чисел. А если нет, то сумму я оставил, но зато уменьшил модуль разности. Ну, значит, рано или поздно эти операции нельзя будет делать. И тогда я дойду вот до этой ситуации. Когда у меня были х2 и х3. Все понятно? Это очень хорошая задача на то, что называется полуэнбриантом. То есть, когда мы как бы давим на задачу, с того, чтобы произнести точную шокулировку, что мы будем следить за, когда первое число четное, второе и третье, какие попало. И будем стараться уменьшить сумму первых двух чисел. А если не удается, то не меняя сумму первых двух чисел, будем уменьшать модуль разности.